Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Такой серьезный, стабильный пик. Остался один какой-то саппорт для Луны. В принципе, Луну можно попробовать и соло поставить. Ну ладно, посмотрим, как сейчас обыграют. Скорее всего, три лейн фнатиков придет воевать. То есть, Луни с Киперзлайтом, плюс один придется как-то отбиваться там, пока не придет Дэнди со своим ультимейтом. И все не поправит молча. Последний пик остался, надо брать кого-то на мид. Шадоу Шамон. Не самый популярный пик на мид, однако неплохо отстоит. Господи. Одно другого не хуже. Берут Акса. Акса берет пупей. Посмотрим, как он будет ему отыгрывать. Будет ли он куда-то заходить за вышки, либо будет он просто кидать Бетлхангера на саппортов. Пока мне как-то не укладываются. Нотелли, понятное дело, на Шадоу Шамон. Он, напомню, раньше играли в Найс, в Heroes of Nevers. Там, это был первый пик просто на героя, которым Шадоу Шамон был. Отыграл постоянно. Так, ну ладно, сейчас возьмут они героев. Посмотрим, кто куда пойдет. Выглядит достаточно неплохо. То есть, медведя можно послать против Дарк Тира воевать. Пофармит он там неплохо. Три лейн. Выглядит сильно. Шадоу Шамон, ну, если расформиться, купит Блинк Даггер. Будет подцеплять, в общем-то, ничем не будет отличаться от других ганкеров. Ладно, смотрим. Нави, Дэнди. На Бреймастере хвост на луне. Пупей с каким-то гигантским просто топором, ни разу я такого не видел. На Аксе. Лайт оф Хэмин Дарк Тир. Ну и Смайл. Кипр взлает. С этой же стороны заходит свой лес. Фнатик. Наталья наша душа, мне эра. Лайфстилер. Трикси на медведя, на ландроиде. Стэнда Индомикс. Виномастер, ну и Флай. На Данге. Каждый в свой лес. Весьма удивлены этими решениями от Фнатик. Вроде бы сильный лейн у них. Можно попробовать подраться. Я чуть более чем уверен, что могли они поубивать. Нави. Однако боятся оступиться. Третья игра решающая. Купеем. Какой-то прям гвоздоуздиратель такой молоток. Достаточно странный такой. Так, ну ладно, давайте. Ждут все руну. Дарун 20 секунд пока. Думают по лейнам. Фнатик понял, что никого там нет у них. Медведем разведали. Похоже, что сейчас будут таки свапаться. Либо просто здесь пока ползают что-то смотрят. На Тейву надо идти уже в степи скрипов. Годлах, хефан, горит хвост. Он прям хитро это сказал. Со скобочкой, с улыбочкой. Дэнди. Купил себе на быструю бутылку. Три веточки танго. Бутылка быстро появится. Но спокойно простоит. Лондрует. Медведем взял себе хейст. Ну и к нему идет уже Лайт оф Хэн. И три лейна таки встретятся. Здесь Нави Вардом видит, что стоит Виномастер. Стоит Андайинг. Дэнди сейчас будет осторожно себя вести. Ну и потом они пойдут на лейн. С другой стороны стоит Пупей. Вкачал контр-хеликс. Но пока ждет, пока заспауниться кэмпы. Кэмпы заспаунились. Смайл. Пускает Эллиминейт. Они видели, что вбегает. Натериняет рубить просто-напросто зомби. Зомби вроде бы кинул Дикэя. Вроде бы уже... Нет. Приползает еще и Эра. С другой стороны идет хвост. Если сейчас на хвоста внезапно обратят внимание, могут быть большие проблемы. Пупей агрит всех на себя. Пытает все убивать. Он крутанулся. Забирают такие. Успели взять фиртбат. Взял киперов злайт. Хвост. Постреливает Веру. Могут сейчас еще и Виномайтера подцепить. Люсенбима, к сожалению, нет. Просто автоатаками можно дострелять. Добили до Микса. Вот так вот. 2-1. Успели убить Сандэнга быстрее, чем у Миракс. Ну и потом добили Виномайтера. Кстати, неплохо сложили на Виш. Хоть вроде начало было такое достаточно сомнительное, что с одной стороны убивает уже вроде бы Пупея, а с другой стороны идет Хвост. И если на него свищенцы, то Хвост просто умрет. Ну, вместо этого Пупея удачно покрутился. Своим контр-Хеликсом прокнули. Крутилки. Все стало просто замечательно. Продолжает фармить здесь. Натэл держит Дэнди. До молнии 3 секунды, но Дэнди уже убегает. Отпивается бутойкой. То есть Эдершоком уже нельзя было добить. Так, подцепили Хвоста. Хвост здесь вышел. Пытался фармить. Сразу же его подцепили. В ответ Люсенбим на зомби. Но сейчас он помрет. Помирает Хвост. Эллиминейт между всеми прошел. Так, никого не зацепил. Выбегает Пупея, кидает. Бэтл Хангер. Зомби пытается добивать скрипов. Теперь дают ласт хит, чтобы он снял с себя дебаф. Я помню, Бэтл Хангер висит пока. Не добьешь какого-то юнита. Достаточно больно. Продамаживает. Восстанавливает Сиэмана. Сейчас будет еще один какой-то эллиминейт. Находит его Виномансер. Пролетает Смайл Ворды. Давайте посмотрим, что здесь на миде происходит. На Атейл 10 скрипов. У Дэнди 8. 10-4-8-2. Дэнди наступает на Атейл. В ответ получает. Включил реген, но потратил его. Успел сбить на Атейл. На Атейл в чат поставил точечку. Самоутвердился. Кстати, странный. У Лайт оф Хевена. 14 скрипов. У Трикси 16. То есть, как я и говорил, достаточно наравнение. С обоих сторон потихонечку формят. Пупей. Бога не думаю, кого увидел, кинул на него свой Бэтлхангер. Теперь у Флая большие проблемы, что Бэтлхангер бьет очень больно. Второй уровень Бэтлхангера уже. Надо идти добивать какого-то юнита, но на пол ХП просел. Юнита никакого нет. Регена тоже нет. Хоть на базу идея. Два танка есть. Виномайстер может он надолжить. Здесь тоже Регена закончилась. Здесь только ботинок. Высылает себе Салю. Высылает танго. Лайт оф Хевен уже заходит смело за вышку. Подамаживает потихонечку и Трикси, и Крипов. Он просто бежит за Трикси и вытесняет. Немножечко у Слэйна. Трикси купил себе Транклэлбут. Но и надо Лайт оф Хевен немножечко отбежать сейчас. Большой Крипов идет. Просадит его по ХП. Хвост уже четвертого уровня. Посмотрим, как здесь дальше будет разворачиваться эта мелодрама. На ботлэйне. Бутылка Дэнди. Солу ринг. Дэнди постоянно лов ХП. На ТВ его хорестит. Как может, здесь происходит драка за Аглист на Хвоста. Поставили даже Тумстон. Эллиминейт пролетел, однако поражали Смог и бежать. Дефенсив более-менее Смог. Регена ни у кого не осталось. Последний танго у Виномайстера. Сейчас он его доест. Одно танго у Флая. Далее одно танго Эры. Но это как-то неубедительно выглядит. Надо им идти либо Регене, либо что-то еще делать. Акс выходил на МИТ и убили Шадо Шамана, пока смотрел эту ситуацию с Регеном. У Акса уже сапожок. Два щитка он покупал изначально. Собственно, потому он так и танковал прекрасно, видимо. Пока Ферлбад пытались на нем взять. Ну и Дэнди получает шестой уровень. Наконец, есть Прайма Сплит. Осталось дождаться седьмого, чтобы был как можно больше урона. А у ее урона от Андер Клэпа очень много, 300 урона. Ну и с седьмого уровня можно прийти на трейлайн и все это порушить фнастиком. Что такое летит? Ринг Фреген. Колечко Регена себе купил Пупе и, видимо, потом доделает. Либо ботиночек, либо что-то еще соберет из этого. Хвост пятого уровня. Скоро получится шестой, появится Эклипс. И вот, я думаю, в этот раз уже они не будут стесняться его использовать. Нормально, в файтах. Не то что... Как было в прошлых играх. Поражал на речке, Эклипс в никуда, ну и не запушить, ничего не сделалось. Ладно, Лайт оф Хэон. Выходит опять за Крепов. Кидают Айншелла, Медведя. Злит. Возит Крепов за собой. Сейчас, видимо, ведет куда-то подальше. Будет убивать. Дэнди продамажил Нателл с вами Тандер Клэпом. Тандер Клэп, третий урн, достаточно больно Нателлу. Два заряда в бутылке есть, отпивается. Идет искать руну, это Инвиз. Убивает. Вардом Виномастер Инвиз. Так, ну хвост стоит, когда придет ему Креп. И даст ему шестой уровень. Один Креп им остался до этого. Опять обменивается Харасом. Тандер Клэп по обмену на Айзершок. Заходит, тревим весь лес. Принесли они, видим себе, Курьером. Леген, вроде все более-менее на полном ХП. Не то, что на полном, но жить можно. Ну и сразу же на них набегает, выбегает Смайл. Просто отгоняет их обратно под вышку. Дэнди бежит. Его само собой видели уже. Ну и можно пушить. Появился Эклипс, можно просто всем идти, давить вышку за вышку, убивать. Если кто-то полезет драться, есть Прайм и Сплит. Выигрывает файт с Прайм и Сплитом. Следующий файт можно выиграть с Эклипсом и так далее. Продолжать перекрывающиеся эти кулдауны, используясь для пушей. Там как раз и Мека появится, глядишь. Дэнди вынужден прилететь. Хватает его Раст своим шаклом. Дэнди тратит Прайм и Сплит. Ну и сейчас, видимо, Натэ его убьет. Натэ его что-то прилетело Курьером. Добивает его Дэнди. Вышка здесь, конечно же, пострадала. Немножко на пол ХП просела, однако Дэнди осадил Расту. Расту мог всю вышку забрать, если бы этого не происходило. С этой стороны у Трикси видим Прокун Лентангл на Лайт оф Хэвен. Если еще один Прокун будет просто прекрасно, однако получает последнюю автоатаку. Используем вакуум и получилось так, что он Медведик к себе потянул, чтобы сдержать его, позволил ему кинуть последнюю атаку. На Пупея агрится. Пупея замедлили, Пупея дали. Вейн Музгейл вроде бы крутится, но Натэль сразу на пол ХП просел. И замечательный Эллиминейт поехал еще. Эклипс хвост прожал. Эклипс опять, между прочим, зря. Второй раз уже первый Эклипс впустую, можно сказать, Раст. Но, тем не менее, позволил ему добить. Получил он килл на Натэля, который и так уже от Эллиминейта на одном ХП оставался. Ну и сейчас запушит. Небольшой оверкил, но, тем не менее, можно было себе позволить это сделать. Дэнди, тысяча золота. Очень быстро появится Блинкдайгер. Если сейчас он мид запушит, то будет совсем хорошо, пока Раста. Идет с фонтана. Раст вроде бы есть телепорт, но пока не торопится. Кинули. Батлхангер на Аэр, надо добить крипа. Вот крипа добить не получается. Потихонечку проседает там по ХП. Летят Эллиминейты. Ох, как больно. Как бы сейчас Эра не умер. Ну и Пупея сейчас пойдет, просто ультанет его своим большим топором. Каллингблейд сделает. Он друит. Второй раз подряд убивает Дарксира. Как только Прокетентангл. Просто проблема. Не углядели здесь. Они постоянно друг вокруг друга бегают. То есть, второй килл уже чуть бы он не пропустил. Продолжаются Батлхангеры. Так и остался Батлхангер второго урна. Вместо этого Максис Пупей. Контр Хеликс. Понимаешь, что урон хватает. Эра бежит, килит его. Флай своим Солрипом. Гейл на Пупея немножечко восстанавливает. Он понимает, что там в лесу застрял. Без ХП Эра. Стоит и вагрится. На Натейла. Хвоста поставили в Вартрап. Хвост. Настрелит Натейлу. Там потратил свой министан. И сразу же Раст хватает Шаком Пупея. Добили-таки хвоста. Потратил он свой ультимейт. Свой Массерпент Ворс на килл. Пока все это происходило, Дэнди просто допушил Метавр. Как я говорю, если допушит, то он блинку очень быстро купит. Вот уже есть блинк у него. То есть, хоть они потеряли хвоста. Они там Раст успели добить. Раст добил Акса. И потом он вардами уже убил Луну. Поменяли килл на килл. Конечно, потеряли кэри. Это не очень хорошо. Но с другой стороны, можно теперь опять драться идти. Хвост вот так вот. Порегенился в фонтане. Можно сказать, теперь есть у него барабан. Лайт оф Хэн заходит за крипов. Ну и сейчас просто придет крип эйв. Можно убивать вышку. Никто драться не придет. Вышка здесь на 280 хп всего. Купей получает урну. Дэнди Блинк Дайгер. Вышку убили. Ну и спокойно идут дальше. Я не знаю, что сейчас могут сделать Фнастик. У них единственные тимфайты. Это Undying. Это варды и Расты. Виномайсер. Если с ними как-то разобраться, чтобы вроде бы и замедление Виномайсера пережить как-то. В Расты. Варды пока вообще в кулдауне 20 секунд. То есть, эта вышка более-менее пушится сейчас. Без проблем. Ох, как больно. Переехала Флайя. Флайя пятого урна. 758 хп. Ну вот. Больше половины ему. Съели лошади. Плюс он бимом. Отогнали Виномайсера. Ну и понимают Фнастик, что эту вышку они никак уже не задефают. Нави их просто вытеснили. Купей ходит. Ищет Трикс, чтобы кинуть на него Бэтл Хангер. Кидает еще и урну. Пока все это происходило. Дэнди с блинка просто летел на Виномайсера, который здесь подходил кинуть Блейг Ворд. Блышку уже, само собой, добили. 11-ая минута. 9-7 вроде бы счет, но Нави уже чуть ли не на базе врага. Получает Пупей Энтангл. Поставили на него Варды. Очень сразу же проседает Пупей. Отходит, постепенно убегает. Сейчас можно отхилиться будет урной. За ним гонится зомби. Энтангл на этот раз на Лайт оф Хэвене. Ну и... Что Акса, что Дарксир помирает. Хорошая Энтангла. Замечательный проплечитель. Не с первого удара каждый раз. Гэдон, не тянулись до Смайла, но он уже сейчас убежит. Транклэл будет. Дает достаточно. Но спиды скоро появятся у него Мекка. Будет все хорошо, несмотря на эти смерти. Давайте посмотрим. Здесь 4000 у Нави. По экспириенсу, 7500 по золоту. В общем-то, сложновато будет Фнатик вернуться, учитывая, что у Медведя пока нет вообще ничего. Несмотря на то, что он убивал Дарксир. Несмотря на то, что у него Киллинг Спрей. Вот у него 3000 золота. Сейчас у него появится вроде бы скоро Сакрит Рейлик. Однако внешних вышек у них осталось всего 2. Я думаю, Нави останавливается. Вообще не планирует. Дэнди получает маны. Прожимает аркейн бут. Маны все равно мало. Пиздец, что там. Непонятно. Делается с Крепами. Агрит их Бэтлхангером. Ну и начинает убивать. 1100 денег. Накопил-таки на Амеку. Наконец, Смайл сейчас докупит рецепт. Мека пролетит. Ну и можно будет опять влетать с блинка. Давай Тандер Клэп. Дэнди, Прайма Сплит. В прошлом файте, судя по всему, не прожимал. Я не успел даже заметить. Там вроде бы прожал Прайма Сплит и просто уже бежать надо было. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Выходит Нави. На Бот-Лейн. Выходит все вместе. Вот. Летит, судя по всему. Нет. Это Виталий Тебустер Пупе. Пупе немножко заданковывается. Меку так. Так, подождите. У них две Меки, что ли? То есть... Здесь купил себе Меку. Смайл. С другой стороны. Тот же набор в Дарксир. Ну ладно. Не скоординировались. Как-то можно переделать потом что-то из этого в пайп. Раз уж Меку прилетела киперзлайта, можно в Дарксиру сделать пайп. Вполне. Там пока просто Баклях выжимает. Ну а Пуши дает баф. С другой стороны. Фнатик пытается поменять на мид. Так, теряют они. Фнатик вышку. На и возвращаются. Отогнали. Гонит Флайя. На АТ его летает. Успевает улететь. Не подцепить ничем. Дэнди ультимейт на этот тратить. Понятное дело не хочет. Ну и ставит Тумстоун здесь флайпа в пути. Находит Трикс вместо этого Дэнди. Но не попал по нему. Тандер Клэпом не замедлил. Можно было попробовать потратить ультимейт. Хвост бежит. Если что, даст эклипс. Медведя Дэнди просто из леса выгнал. Висит Курьер. Купил Сакрит Рейлик себе 3х наконец. Ну и как я и говорил, внешних вышек у них сейчас не останется. Даже не Родианс еще пока. Вот еще только 15 минута. Нави уже все сломали. Очень уверенно отыграли. Купей с Айншелом. Плюс еще сам крутится. Добивает Дэнди вышку. О, Дэнди. Пойнт бустер Огурь Кап. То есть сейчас затанкует. Скоро появится Аганьем. Акс купил себе Авангард. То есть... Лишь бы поплотнее стоять. Ну и хвост делает себе потихонечку. Манта ставил. Купил себе Огурь Кап. Стало потолще. Сам делает себе Яшу. Побыстрее бегать, чтобы... Заходит на Рошана. И последний такой Объект. На карте осталась такая последняя цель. Помимо Хайграунда. Сейчас Рошана убьют. Поригенится потихонечку. Ну и можно будет... Идти драться. Навязывать драку. Заходить на Хайграунд. Если аккуратно это сделает, то... Можно будет доносить уже. Как видно, за 10 тысяч уже по золоту. И за выше. Мека есть. Вторую Мекку не стал делать. Скупил себе Ринг оф Кал. Все-таки Дарк Тир. То есть сделает он сейчас Пайп. Лайт оф Хевен в этих играх. Достаточно слой поиграл. Все, вот мне этим билдом такой странный. Не договорились они со Смайлом. В первых играх творилось непонятно что. Так, ну, смотрим. Подходит, подбирается к Хайграунду. Прибегает хвост. Хвоста дабл дэмэдж. Загорается Смайл. Прожал свой ультимейт перед формой. Ставит он Эллиминейт. Но если кто подойдет дефать, получит от лошадей. Поэтому все отходят. Вежливо выступает дорогу. Раст приходит. Получает Бэтлхангер. Надо добить хрипа. Собевает хрипа. Бэтлхангер снимает. Медведь ходит, кусает. Вот как бы сейчас не оступились на Ви. Сакрит трейлик. У медведя, если прокнут Энтангл, это... для худых персонажей, можно сказать, моментально смерть. Туда еще что-то кастануть в эту Энтангл. Дэнди пока не прыгает все терпеливо. Гоняет медведя. Ускоряет себя Лайт оф Хэйн. Ну и куда-то побежали. Стянули Натейла. Натейл сейчас умрет. Успел поставить Мастер Пентворк. Дэнди. Праймал сплит. Надо убивать Тумстоун. Тумстоун расстреливают хвост. Убили. Подкинули медведя. Дэнди убивает Домикса. Домикса укупается. Укупается Натейл. Ну и надо на Ви отходить. Потратили они ультимейт. Есть еще Эклипс. Можно на этом сыграть. То есть если сейчас выйдет Фнатик. Будет пытаться догонять. Можно будет раздать Эклипсы. Все хорошо будет. Так, Фнатик все это прекрасно понимает. Ну и такой небольшой ресет произошел. Сейчас еще на драку будет. Кинули Хэкс на Пупея. Пробал стянуть как Дарксир. Стянуть не получилось. Пивка дали медведю. Напоили теперь у него мясы. Ну и на такую осаду. Способен продолжать очень-очень долго. Давайте посмотрим сколько денег у Трикси. Никак он не докупит свой Рейденс. Наверное, решили отбежать. Несмотря на то, что его хвоста и Егис. Можно было как-то попробовать обыграть. Забыть из них хвоста. Но решили отойти. Сейчас выйдут. Сами с базы выйдут Фнатик. Я думаю начнут что-то фармить. Можно будет по одному их переобивать. Но и потом уже на хайграунд зайти. Никакой сложности не будет. Дэнди хочет доделать огонь им. Видимо. Поним, что опыт они немножко теряют. До пайпы достаточно далеко еще. Что здесь такое летит? О, не так уж и далеко. Рецепт. Вот уже весь пайп в общем-то. Пролетает как-то. Не заметил, как он накопил все эти колечки у Дэнди. А, нет, это у Смайла. Став оф виздерды. Купил себе гем. Скоро появится форстаф еще. В общем-то. Богато живут. Дэнди тоже скоро появится. Еще одна запчасть на Аганим. Но и останется только тысяча Дэнди. До скиптора этого. Но... Догоним им. Значительно усилит он ультимейт. Прайм и сплит. Нашли Дэнди. Дэнди кинлифхекс. Вартрап. Поставили. Никак он из него не выйдет. Теперь мы... Добивает. Поделили. Золото. Хороший очень килл для Фнастик. Сейчас позволит им забрать вышку. Дэнди байбэк скорее всего нет. Успел купить стафф оф виздерды. То есть денег он не потерял. Но и байбэк сделать не может. Защитить вышку. Так. Ну с этой стороны. Хвост. Прожал. Эклипс убил. Виномайсер пытался убить Флайя. Однако Эклипс не пошел. У тебя Петродианус купил себе наконец Трикси. Ну здесь на мид заходит. Купей сбегает. Поставили там стон. Подхватили. Подцепили Лайт оф Хэн. Он стягивает всех. Кроме Эры. Эра спокойно убивает. Держит шаком на Тейл. Откинули его Блайндом. Не Блайндом. Просто он сам отпустил. Ну и... Скалинг Блейд. На Андайга. Так. Ну и затевает нормальную драку уже. То есть это была какая-то такая подготовочка. Тренировочка сейчас пойдет по-настоящему. Сквозь или шаками. Арсарта отпускает. Видимо опять небольшой ресет произошел. На Тейл надо торопиться. А трагенить маны. Без маны он не слишком полезный. Дэнди вернулся. У Дэнди Прайма Сплит есть. Эклипса вот разве что нет. Влетает Смайл. Ставит паузу. Давайте посмотрим, что здесь у кого есть. Пока. Хвоста. Купил он ультимейтор. По-моему, он готов в общем-то умирать. Он два раза может умереть. У него Аегис еще есть до сих пор. Купей. Ставфа Физдер делает видимо. Не знаю, что он там делает. Форстаф. Может быть даже Дагон делает. Дорошан достаточно долго еще. На Тейл сейчас Паригейнс. Купил себе тоже Ставфа Физдер Дрим. Вот талисман есть. Тоже может Дагон вполне сделать. Так. Ну и здесь все достаточно бедные. Ладно. Давайте проматывать. Здесь пауза не самая интересная. Глядясь еще и долгое. Пока никто ничего не говорит. Вот вылетел просто Смайл. И ничего не происходит. Никто в чат ничего не пишет. Достаточно удивлен я этим фактом. Так, ну. Руснет. Возвращается вроде бы Смайл. Обсуждает топор. Купея. Ну, Дэнди Ролл Плейл там без Мастера. Ладно, давайте. Смотрите, как здесь будет проходить. Плюс НБ на Медведя. Медведь уже горит. То есть появился Родианс. Всех немного прожигает. Есть Пайпа, однако. Пайпа. Осталось 10 секунд. Кулдаун. Сейчас. Идет Крипов с Катапульты. Ну и надо с ним заходить. Сейчас дадут Пайпы. Будет драка. Минута. Кулдауна до Эклипса. Но можно подраться просто с Прайма Сплитом. То есть надо убивать скорее с Крипов. Накидывает на Пупея Айншеллы. Сейчас будет сходить. Пока Пайп не прожимали, но уже надо бы это делать. Стена из Квейгвордов. Пупея агрит. Спирит Бэрер. Всех встягивает. Дэнди прыгает. Дает Прайма Сплит. Ну и уже у всех очень мало ХП на Тебру. И поставили Мастер Пентвордс. Однако. Выбивает его оттуда. Сам умирает. Домикс добивает Дэнди. Мастер Пентвордс. Поэтому Хэм здесь просто стоит. Единственное, кто подавил, был Дэнди. Остальные же спокойно стояли. Потеряли только Акса. Который гонялся здесь за кем-то. Нави достаточно аккуратно сыграли. Хвост. А Егис так и не вырвнул. Вот видимо ему сказали, что не коммитесь, не гоняйся за базу. Лучше спокойно сейчас убьем вышку. Потом и барак добьем. То есть сейчас уже через 10 секунд прилетит скоро Пупей. А здесь уже есть Эклипс. То есть Прайма Сплит они потратили, но есть Эклипс уже. Вот так вот каждый раз они будут по очереди эти ультимейты использовать на Дэнди. Если сейчас прокнут Энтангл, будет для него все достаточно печально. Он уже на пол ХП просто сгорел. Все это странно ждет Хоста. Хвоста есть Эклипс, может он его потратить. Как граунд тратить Эклипс, как-то не самая лучшая идея Дэнди. Далее еще Эмек, но Лондроид его добивает. Трикси Доминейтинг. 15-12 счет. Здесь, как видно, никаких улучшений по графикам даже не предвидится. На мастер находит Хвоста, Хвост бежать. Хвост очень быстро, у него есть Матта Стайл. Здесь барабаны. Трэнкл Бут. Что он бегает? 4,65 мувспида. Это очень много. В Мидл Барраксе андер атак. В Мидл Барраксе андер атак здесь. Два крипа партизана сейчас сломает барак рейндж. Рейнджовый барак пока... Ну, сейчас через 5 секунд заспаунятся крипы уже. Все поправит. Тем не менее, достаточно забавный момент такой. Вот. Крипы спасли барак. Форст автоки, да, делай смайл. Гем так не потерял до сих пор. Так, ну я удивлен, что нави опять не пошли, видим, сейчас дождутся. А, ну аегис пропадал, действительно. То есть все, аегис пропала Хвоста, он себе вместо него положил. Мантта Стайл, ну и сейчас на следующем Рошане либо подерутся, либо просто убьют нави. Надо дальше пушить. То есть пока прям шапками бараки не закидывают, просто аккуратно, стабильно играют. Третья игра, 600 долларов. Какие-никакие-то деньги. Смайл здесь пострелит, вот вроде вышли к нему хватать. Сразу же отбежал. Приходит Дэнди с Пупеем. Вытесняет Дэру, кидает на нее Бэтл Хангер. Бэтл Хангер уже четвертый урн, ну и достаточно больно. Сидат четвертая минута матча, хп. Не так уж и много у всех. Так, ну и заходит, как-то они даже... Рошана ждать не стали. На флая. Расхистовались, флая похилил себя. Однако на нем. И Бэтл Хангер и урна. Загорли медведи, медведи расстреливают. Флай умер таки от дебафа всех. Поставили Мастер Питворц, пошел в Эклипс, поставили стенку. Уже умер Раста. Идет Эллюминейт, Дэнди убивает. Здесь Виномайсер сейчас добьется. С этой же стороны расстреливает Эру. Вроде крустит, пока Армед живет, но... Живет он недолго, добивает его хвост. Единственная проблема здесь это медведь. Подкидывает его Дэнди. Стенка сейчас уже скоро пропадет. А, стенка это... Стенка Нави. Сможет спокойно через нее ходить. И сейчас... Снесут барак. Можно будет переместиться потом с другой стороны, что-то принести. То есть Нави ждали вовсе не Рошана, они ждали кулдаун Прайма Сплита у Дэнди. Одного Эклипса было мало. Ну и Эра говорит, good game, well played. Понял, что потеряли сторону, и сейчас, если полезут опять драться, они опять скорее всего умрут все. Ну и Нави занимает первое место. Доносит они вторую сторону, прожимает барабан и быстренько убивает. Уже вылетает Фнатик. Так, а у нас же сейчас посмотрим, сколько времени. 5 часов 11 минут, тогда сейчас делаем перерыв, буквально 50 минут. Ну и потом уже в 9 по Москве будем смотреть Virtus.pro против Empire. Я думаю, будет интересный матч. Матч Best of 3 на Рейдхолл Лиге. Так, вроде все вышли. Давайте промотаем, пока трон не падет. Такие достаточно быстрые игры финальные. Радиент Виктори. В отличие от полуфиналов, где мы смотрели целый час эти бадания сплитпуши интересные. Здесь все очень быстро закончилось. Так, тогда стрим я пока выключаю. Сейчас где-то через полчаса примерно вернусь, включу. Ну и там будем ждать уже Рейдхолл Лигу. До встречи. Рейдхолл Лиге.